При определении переменных, которые имеют тип структуры, их можно сразу же проинициализировать. Для этого используется синтаксис, который очень похож на синтаксис, применяемый для инициализации массива. Давайте посмотрим на примере. В примере мы определяем две переменные типа point. Инициализируем их парами значения типа double. При этом первое значение будет соответствовать первому полю структуры point, то есть полю x, а второе значение будет, соответственно, инициализировать второе поле, поле y. После того, как мы определили две переменных типа point, можно определить переменную типа segment и проинициализировать ее двумя значениями типа point. В отличие от массивов, структуры могут содержать в себе значения разных типов. Например, мы могли бы описать структуру, которая хранит в себе информацию о двумерном массиве. Она будет хранить в себе количество строчек, количество столбцов и непосредственно указатель на двумерный массив. Тогда при инициализации такой переменной мы бы передали туда значение n, которое соответствует количеству строчек, значение m, которое соответствует количеству столбцов, и указатель на двумерный массив, который, например, нам вернется из функции выделения двумерного массива. Продолжение следует...